Мы продолжаем говорить о секретах одного из самых ярких гениев итальянского Ренессанса, Пьеро де ла Франческо. Ссылки на мои предыдущие видео о нем в описании. А в этом видео мы раскроем один из самых интересных и, можно сказать, мудрых секретов раннего возрождения, который художник спрятал в своей работе «Бичевание Христа». Сегодня картина находится в Урбинской галерее Марки. Она совсем небольшая и выполнена темперой на доске. Но, несмотря на размеры, эта картина прячет в себе столько смыслов, что для того, чтобы ее понять, понадобится время. Пьеро и здесь верен себе. Он строит пространство, которое завораживает и затягивает глубину, используя принцип золотого сечения и геометрию перспективы. Несмотря на то, что «Бичевание» должно быть основной темой работы, художник изображает его в глубине. На первом плане три фигуры. У них нет нимбов. Это значит, что они не святые. Да и классических атрибутов, необходимых для понимания, какой именно святой изображен перед нами, у них тоже нет. Но так, как они расположены на первом плане, значит, для правильной интерпретации работы понять, кто же они на самом деле просто необходимы. Сегодня существует несколько интерпретаций этих фигур. Согласно первой, они олицетворяют три времени человеческой жизни – молодость, зрелость и старость. Учение Христа может по-разному восприниматься в эти периоды жизни, но оно будет оставаться всегда одинаково важным. Тема трех возрастов человеческой жизни, в принципе, очень важна для искусства. В следующих видео мы еще к ней вернемся. Но есть еще одна интерпретация. Она сложнее и интереснее. Ее предложил гениальный итальянский искусствовед Роберто Лонге. Он оттолкнулся от центральной фигуры и предложил сравнить ее с портретом о Д'Антонио, сводного брата герцога Федерико да Мультефельтро. После его загадочной смерти Федерико получил власть над городом Урбину и в придачу подозрения в убийстве своего брата, пусть официально это обвинение никогда не выдвигалось. Сходство очевидно. Возможно, таким образом художник тоже присоединился к подозрениям в отношении своего заказчика. Но эта интерпретация меня никогда не убеждала. Существует и третья версия. Согласно ей, перед нами патриархи христианского мира, собравшиеся на Флорентийский собор 1439 года, чтобы понять, как спасти христианский мир перед лицом угрозы надвигающегося мусульманства. Столько версий. Как же понять, где верное? В поисках ответа на этот вопрос стоит обратиться к самому художнику. Свою работу Пьерой разделил на две части и, как разделитель, использовал колонну. Сама сцена бичевания происходит в глубине, но это не значит, что она менее важна. Это значит, что она находится дальше от нас с хронологической точки зрения. На колонне, у которой бичует Иисуса, находится золотая скульптура. Именно от нее художник начинает раскручивать спираль золотого сечения. На колонне, у которой бичует Иисуса, находится золотая скульптура, в ее руках шар, над которым крест. От головы исходит сияние, а в руках шпага. Эта фигура символизирует Константина, первого христианского императора и основателя Константинополя. Рядом с бичеванием еще одна фигура. По ее одежде и трону мы понимаем, что это тоже император. Художник намекает на Константина XI, того, кто был на пороге потери столицы Византии. Человек в турецкой одежде изображен к нам спиной. Это выражает неуважение к нему, да и к туркам, в принципе, со стороны художника. И в середине у колонны бичует Христа. Это наказание – символ унижения. Над ним квадрат – символ земли и оппозиции. Кажется, материальное, плотное, жестокое рискует захлестнуть наш мир. Но сам Иисус стоит в кругу, символизирующим духовное, возвышенное, божественное начало. А рядом с ним – восьмиугольная звезда – символ нового, возродившегося без греха мира. Да, греко-римская и христианская культура рискуют быть уничтоженными, но Бог оставляет надежду на возвращение любви, на новое возрождение. Но это возможно только при определенном условии. И это условие зашифровано в трех фигурах сбоку. В какой-то момент, рассматривая их, вдруг понимаешь, они изображены таким образом, что четвертым собеседником становишься ты сам. Но кто же они? Возле колонны византийский кардинал Базилио Бессарионе. Он будет спасать книги и создаст первый фонд в Венецианской библиотеке Марчана. Фигура в красном центре – Томасо Палеонтолога, императорский наследник. Оба они без обуви, что означает, у них нет реальной власти. И они, в некой мере, олицетворяют преемственность. И третий – Людовио Канзага, правитель Мантуй, где в 1459 году была попытка крестового похода, чтобы вернуть Константинополь. Идея следующая. Знания, врожденная добродетель и грамотная власть помогут восторжавствовать Христу. И здесь появляется еще одна важная особенность Ренессанса. Работа даже с религиозным сюжетом теперь несут новые, культурные, важные для общества, для каждого отдельного человека смыслы. Тем не менее, силу ряда причин художники часто прячут их в деталях, в фигурах. В итоге мы получили в наследство прекрасную живопись Ренессанса, полную загадок и секретов, многие из которых нам еще только предстоит открыть. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить много интересного из мира итальянского искусства. До новых встреч!